Терпение Дорогу миллионерам. Ну, миллионеру. Ну, еще непонятно, кто из нас миллионер. Всем привет! Это Орел и Решка, и мы прилетели на Филиппины. А знаете, что такое Филиппины? Филиппины – это 7107 островов. Снимать можно и не переснимать. На самом деле, здесь есть особенный остров, на который хотят попасть все путешественники. Это Баракай. Его даже закрывали от посещения туристов, чтобы отдохнул. И вот Баракай вышел из отпуска, и прилетели мы. Та-дам! Но насладиться Баракаем по-настоящему сможет только один из нас. Это правда. Да. И кто это будет? Знаешь? Я нет, монетка – да. Орел! Решка! Да! 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 Баракай! Встречай! Я вошла. Я никогда не думал, что я когда-то буду так расстраиваться, потому что рядом со мной женщина говорит «да-да-да». Баракай. Райский остров посреди морей Тихого океана. Правда, есть нюанс. До него еще нужно добраться. И если для богатых туристов это не проблема, то бюджетным для этого придется изрядно попотеть. До этого у меня была одна бумажка с цифрой 100. Теперь у меня раз бумажка с цифрой 100, два бумажка с цифрой 100 и пять бумажек с цифрой 1000. Но даже этого недостаточно, чтобы купить себе билет на самолет до Баракая. Ну что ж, поищем другие способы. Извините, как я могу приезжать в Баракай? Не по плану. Видите, он даже самому гореть не хочет. Он говорит, что дебил вообще на Баракай не на самолете добираться. Он говорит, на Баракай на Филиппинах есть золотое правило. На Баракай либо долететь можно, либо родиться там. По-другому туда не попадешь. Эй, парень, ты чего? Помимо самолета есть еще вариант добраться до Баракая автобусами и лодкой. Это у тебя займет сутки, правда. Но зато это бюджетно. Фух, или целый день добираются туда. Автобус, паром, автобус и пешком чуть-чуть минут семь. Итак, мой маршрут до Баракая выглядит так. Сначала автобусом до столицы Филиппин Манилы. Потом автобусом до порта Батангас. Паромом до острова Миндора. Оттуда снова паромом в порт Катиклан. А с Катикланом уже лодкой на Баракай. Начало положено. Первый автобус в бесконечном хороводе транспорта на этот уикенд. Еду в столицу Филиппин, город Манила. Большие деньги всегда немного отрывают от земли. Я становлюсь такая ветреная. Нет, лучше сказать, что я птица, которая почувствовала свободу. Hello. Ладно, слишком много метафор для одного вертолета. Я просто так рада, что у меня золотая карта. Представляете, золотая карта. Я бы не выжила без нее, рей богу. В стране, которая состоит из более 7 тысяч островов, вертолет – это самый удобный транспорт. Быстрее может быть разве что ракета. Конечно, мне еще добираться до Баракая столько времени, а этот автобус еле двигается. Пробка на пробке. С таким трафиком я завтра вечером доберусь, может быть, до следующего перекрестка. Встречу закат там. А между прочим, в самолетах, в вертолетах пробок не бывает. В вертолетах не только не бывает пробок, отсюда все еще и видно лучше. Например, столица Филиппин – Манилу. А это, на минуточку, один из самых больших мегаполисов Азии. Один район переливается в другой. Мы полетаем в павелы. Элитные районы, парки. Снова павелы. Я думала, уже начались джунгли. А там еще один район. Этот город бесконечный. Мы уже столько находимся в воздухе, а все еще не вылетели за пределы города. Он просто огромный. Я слабо представляю, как Коля будет добираться. Вот так вот кто-то с корабля на бал, а кто-то с автобуса на автобус. На самом деле, все добирание до Баракая будет вот такое вот. Тихо, спокойно, в окружении филиппинцев. Давайте, что ли, о филиппинах вам расскажем. Вы знаете, что столица Филиппин, Манила, один из самых перенаселенных городов в мире. Плотность населения здесь в четыре раза больше, чем в Киеве. На филиппинах запрещены разводы и аборты. А все потому, что филиппинцы – ревностные католики. А остров Баракай является одним из самых популярных туристических мест на Филиппинах. Там кокосы, пляжи. Женщины красивые, полуголые, загорают. На самом деле, не обращаясь внимания, я просто накидываю себе мотивацию, чтобы как-то оправдать эти добирания. Мы аналоги с собой. Баракай – остров небольшой. Два дня там делать нечего. Поэтому по пути заскочу в еще несколько прикольных мест. На острове Лусон находится один уникальный ресторан. Там и приземлюсь. Всех богатых туристов здесь встречают с почестями. Как это приятно! Спасибо! Далее сажают на вот такую филиппинскую тележку. Это что, мой транспорт? Я думала, это беседка стоит. Корова! Или бык? Корова! Такси по-филиппински. Ну, хорошо. Ух ты! А это? Мой магнитофон в тачке. И, наконец, под традиционные песнопения везут к ресторану. Ух ты! У стока воды с плотины местные поставили столики с лавками. И назвали это все рестораном у водопада. Ну, как же это необычно! Ты сидишь фактически в воде. Как будто бы в какой-то летней кафешке начался сильный-сильный ливень. Я надеюсь, меня не снесет. Ты сидишь и ноги прям сносят этим потоком. Сама по себе идея гениальнейшая. Мне очень нравится. А на обед богатеньким туристам здесь подают самый дорогой филиппинский деликатес. Дело в том, что свинина на Филиппинах – это праздничное блюдо, которое готовят на свадьбы, дни рождения и когда прибывают самые уважаемые гости. Любители мяса, конечно, будут в восторге, потому что видно, что мясо очень хорошо приготовлено, оно прям отпадает от кости. Запах такой пряный от специй. А сама кожица, мне кажется, в какой-то карамели. Ну, надо попробовать. Мне сразу понятно, что это свинина. Мясо очень нежное. Нет такого специфического свиного запаха. Да, это вкусно, насколько я могу оценить. Ну, что ж, не отходя от кассы, ну, в прямом и переносном смысле, ну, что вот автобусная касса, вот автобусная остановка и автобусная забегаловка. Прямо здесь, чтобы не терять времени, я отведу очень популярное на Филиппинах блюдо. Это дин и гуан, свинина. А именно мясо хряка, которое варится в своей же крови. Условно это называется, как шоколадное мясо. То есть здесь настолько много свиной крови, что внешне оно напоминает шоколад. Конечно, возможно, это звучит неаппетитно, но оно и выглядит неаппетитно, а минус на минус дает плюс. Поэтому едим. Спасибо большое, я поел. Мне оно не нравится. Объясню, почему. Мясо хряка, оно пахнет. Не очень приятно пахнет. И это, мягко говоря, не вызывает аппетита. Не сошлись с характерами. Мой путь на баракай, а твой я не знаю. Выбери само. Пришло время лететь дальше. И следующая моя остановка по пути к баракаю – водопады Паксанхан. Находятся они в узких ущельях. Поэтому самый лучший способ до них добраться – это каноэ. Это мой первый опыт на каноэ. Каноэ. Не волнуйся об этом, просто прямо на мне. Хорошо. Ну, очень необычно. Я не совсем доверяю этой конструкции. Не перевернется? Даже так? Даже вот так? Даже если я руку опущу? Прикольно. Ладно, не будем рисковать. Ой! Дорога к водопадам занимает часа два. И это прекрасная возможность познакомиться с жизнью местных. Филиппины – страна небогатая. Большинство населения занимается сельским хозяйством, либо ловит рыбу. Живут на Филиппинах вот в таких шатких лачугах. Если у нас богачи покупают себе дома у реки, потому что это красиво и престижно, то здесь люди покупают дома, точнее делают пристройки для того, чтобы выжить. И, наверное, замечают всю эту красоту уже не на первом плане, а на третьем-четвертом. Мне кажется, в этой прогулке на Каное и есть вся суть Филиппин. Природа невероятная, флора и фауна, просто как из фильма «Аватар». Но при этом такая же невероятная и бедность. Я приехал в порт Ботангас. Отсюда каждый день отправляются десятки паромов и лодок на другие филиппинские острова. Филиппинцы все время живут фактически в дороге. На одном острове у них может быть дом, семья. На втором – работа, а на третьем, например, живет бабушка. Поэтому в портах местные проводят просто тучу времени. Здесь смотрят фильмы, спят, ну или даже вот делают педикюр. И пока одни катаются с острова на остров, другие зарабатывают на них деньги. Например, предлагая прямо в порту услуги массажа. Вы знаете, в моем случае развлечениями особо перебирать не приходится. Когда рыбацкие лачуги остались за спиной, вы попадаете в девственные тропические леса. Хочется фотографировать, писать картины, запоминать это глазами, потому что, ну, очень красиво. Такие леса занимают больше 40% территории Филиппин. Я вижу скалы, которые одеты в велюровые зеленые костюмы. Камни, разбросанные в хаотичном порядке. И все это создает такой пейзаж, от которого ты просто не можешь оторваться. Чем ближе к водопадам, тем живописнее становится ущелье. Выше горы и круче пороги. Но мои лодочники показывают просто высший пилотаж в их преодолении. Как он это делает? Вау! Это же вездеход! Осталкиваемся ногами. Вот наш первый водопад. Как красиво! Как будто мы фотообои у бабушки в прихожей вдруг ожили. Вверху белые облака. И такое впечатление, когда смотришь наверх, что это облака стекают вниз по водопаду. Час бестолкового ожидания. 15 минут прекрасного массажа ног. И вот прибыл паром. Паром, паром. Он доставит меня в следующую точку маршрута. На остров Миндора. Слушайте. Мне нравится путешествовать с филиппинцами. Посмотрите. Полный трюм филиппинцев. И никто сюда не поднимается. А знаете почему? Потому что там кондиционер. И для них считается кондиционер каким-то элементом роскоши и комфорта. А здесь приятный морской бриз. Солнышко. Море по сторонам. Ничего эти люди не понимают роскоши. Ну и что, что облака где-то там далеко. Быть в моменте. Вот оно как. Да. Это вода. Это намного больше. Какая мощь. Здесь туристу предлагается взбодриться и освежиться под бешеным, леденящим потоком горной реки. Падающим с высоты несколько десятков метров. Падающим с высоты. Круто! Паром доставил меня до пересадочного острова Миндора. Спасибо. Спасибо. Слушайте, для того, чтобы попасть на остров, надо заплатить такой туристический взнос. Все, теперь я полноценный пользователь земли этого острова. Могу ходить, где хочу. Смотри, вот здесь могу. Вот здесь могу. Я же заплатил. Оп. Этот остров один из самых больших островов Филиппин. Чтобы продолжить маршрут, мне нужно переехать в другую его часть, где находится порт Роксос. Поэтому беру транспорт. Посмотрите на это чудо техники. Разве я мог себе отказать в удовольствии прокатиться на нем? Знакомьтесь. Местный вид общественного транспорта. Трицикл. Такой вот мотоцикл с открытой коляской. Казалось бы, ничего интересного. Но если хорошенько попросить водителя, то обычное передвижение может стать приключением. Трясет, как на драндулете. Еще и постоянные ямы на дорогах. Да ну его в баню такое приключение. Меняемся. Я хочу добраться до Маракая живым. Дорога дорогой, а обед по расписанию. Я зашел в островную забегаловку, чтобы отведать еще один местный деликатес. В общем, этот суп, который называется, скромненько так, суп номер пять. Этот суп на самом деле очень полезный. Филиппинцы говорят, что он несет силу мужскую. То есть они едят для того, чтобы потенция была выше, для того, чтобы темперамент, либидо развивались. Не то, чтобы у меня были с этим проблемы. Я просто стараюсь себя хоть как-то утешить и уговорить съесть этот суп. А все дело в том, что этот суп варится на бычьем пенисе. И судя по всему, вот этот вяленький кусочек мяса и есть та часть, благодаря которой появляется на свет телята. Но на самом деле, это же просто часть быка, правильно? И если я, ну, съем, то ничего со мной не случится. Бык не будет никому хвастаться, что прикинь, Коля Серга проглотил мой жезл. Очень странно. Я бы не сказал, что невкусно, но я больше есть не буду. Такой вердикт. На самом деле, здесь очень сложно передать вкусовые качества. Вам нужно самим попробовать. Просто, чтобы я был не один такой. А бульон, кстати, отличный. Ну, если не думать о том, что там был бычий член, то супер. Но так как у меня и во рту уже был бычий член, то ничего страшного. Под конец дня я, наконец-то, добралась до Баракая. Баракай – это небольшой тропический остров. Но именно здесь находятся самые живописные пляжи и самые лучшие отели Филиппин. А я поселюсь в лучшем из лучших. Дель Линд Баракай – пять звезд. Первая линия. Люблю такие светлые, большие залы. Я хочу какую-то особенную комнату с чудесным видом. Президентский номер к вашим услугам. Президент звучит прям то, что надо. Окей. О, открылась. Ух ты. Неплохо. Президентский люкс. Это лучший номер в отеле. В данном случае номер в морском стиле. Спокойные, светлые, природные оттенки, разбавленные яркими бирюзовыми деталями. И, конечно же, обязательное наличие ракушек. Помнишь, как в детстве кто-то привезет ракушку, ты послушал и как будто бы на море съездил. Шумит. 3D-эффект. Кровать, залитая светом. Ванная. Ну и самое главное. Красота. Основная и главная фишка всех президентских и лакшери номеров. Это невероятный вид. На море или океан, неважно. Ой, никаких денег не жалко. Даже 1500 долларов в сутки. Здравствуй, Баракай. До Баракая я сегодня уже не доберусь. Поэтому переночую прямо здесь, на острове. Фух. Для того, чтобы отдохнуть в моем долгом пути, я снял себе номерок в гистхаусе. Так, гистхаус «Унылый путник». Ну, шучу, на самом деле он наверняка называется по-другому, но я бы назвал его именно так. Не, ну а как еще назвать самый дешевый гистхаус на Филипплинах? Представляете, здесь номер стоит всего 15 баксов. 15 баксов за номер. Это просто какой-то номер цирковой. О, гадал. Ну, слушайте, отличный номер. Я не понимаю свои пессимистичные ожидания, что 15 баксов, а что здесь все хорошо. Я, в принципе, и не планировал здесь быть дольше, чем на одну ночь. Переночевал и дальше в путь, поэтому для этой цели все максимально подходит. Даже есть, смотри, душевая ванная. Так, так. Здесь такая душевая ванная, что стыдно оператора привезти. Ну что, все? Все, иди к себе. Оставь меня наедине с этим произведением искусства. Что можно сказать одним словом? Прекрасно. Да, подходящее слово. Нет, не так. Вот так лучше. Мне показалось, или только что, прошло огромного пингвина. Раз, два, три, четыре. Так вот здесь. Ребята, на Баракае очень сложно спрятать бутылку. Все потому, что остров сам небольшой, и тут абсолютно везде стройки. Поэтому через полгода на месте этого куста, где я хочу спрятать бутылку, может быть, отель. Поспешите. Заветная бутылка со ста долларами на филиппинском острове Баракай будет ждать вас на улице Баракай-Маунт-Улухо. Там ищите пингвина и ступеньки. В кустах возле четвертой ступеньки одного из пролетов вас и будет ждать клад от Орла и Решки. Баракай-Маунт-Улухо Ничто так не собирает в дорогу, как к отсутствию горячей воды. Доброе утро. Пришло время показать вам главную причину, почему так много туристов приезжают на Баракай. Пляж! Уайт-Бич или Белый пляж главная достопримечательность острова Баракай. Это 4 километра белоснежного кораллового побережья. С одной стороны окруженного пальмами, а с другой тихим океаном. Самое время проинспектировать этот пляж. Плотность населения. Можно свободно позволять себе объедаться кокосами, потому что даже если вы станете очень плотненькими, места на этом пляже хватит абсолютно для всех. контингент. В основном приезжают филиппинские соседи. Вот такие очаровательные соседки. Здравствуйте! Может быть, мы вместе с тобой? Да? Окей! Ай, 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 ай! Инфраструктура. Ой, пока здесь все только развивается. Местным непонятно, зачем нужны зонтики, когда есть такие хорошие пальмы. И шезлонги зачем нужны, когда настолько мягкий и приятный песок. А вот развлечения тут уже появились. Ух, как же меня раздражает, когда заход к морю или к океану превращается в целое испытание. Ты должен преодолеть острые ракушки, какие-то ломаные камни. Вот, вот как должно быть. Бархатная, ковровая дорожка к самой водичке. Идеально. Море я оставила на десерт. Слова здесь абсолютно не нужны. Да и я лишняя. Просто полюбуйтесь. Осторожно. На острове Миндора в городке Пуэрто-Галера тоже есть прекрасный пляж. И он также называется Бел. Значит так, я пошел купаться. Ну что, что значит нет, Артем? Ну, какой обзор пляжа? Ну, у нас нет времени. Ну, какой обзор? А мы можем сделать так? Я просто иду купаться, красиво купаюсь. Ты снимаешь оттуда, сверху, снизу, откуда угодно. А потом мы накладываем красивый закадровый текст. Я там говорю, что филиппинские пляжи, они идеальны. Вот это вот как у меня получается. Хорошо. Хорошо. Тогда давай быстро очень делаем обзор пляжа и купаемся. Очень быстро такой. Обзор пляжа, минутка. Поехали. Инфраструктура. Но с инфраструктурой здесь проблем вообще нет. Посмотрите, весь берег закрыт кафешками. А пляж, как огромная летняя терраса для всех кафешек сразу. Там есть развлечения различные. Посмотрите, бананы, водные мотоциклы, человек с дудочкой. А вон массаж делают женщины. Все здесь хорошо. Здесь с этим проблем никаких нет. Двигаемся дальше к следующему пункту. Давай быстрее. Хочу купаться. Итак, плотность населения на пляже. Ну, посмотрите, здесь вообще нет людей практически. Ну, может быть, пару местных туристов. Нет, потому что туристы сюда не доезжают. А почему? А потому что во всех туристических проспектах настолько большими яркими буквами написано БАРАКАЙ, что маленькие серенькие буковки Пуэрто-Галеры никто и не замечает. И это, это идеально. Вообще, это очень круто, потому что пространства хватает для того, чтобы отрываться здесь. Контингент. Скажем так, количество обслуживающего персонала значительно превышает количество отдыхающих. Идеально же сформулируем. Правильно? Я могу идти купаться уже, наконец-то? Пожалуйста. Итак, качество песка. Вы знаете, песок идеальный. Он подходит идеально и для того, чтобы загорать, и для других целей. Итак, пункт последний. Качество воды. А я продолжаю свое знакомство с островом Баракай. и для этого арендовала лодку. Не сидится мне на одном месте, тем более, когда совсем рядом есть такая же мчужина под названием Ариэль-Поэн. Это место еще мало известно большому количеству туристов. В основном сюда приезжают либо местные, либо такие исследователи, как мы. Поэтому делюсь от сердца, от души. Место, ну, действительно, стоит того, чтобы сюда добраться. Ну что ж, здравствуй, еще один паром. Я все ближе и ближе к Баракайу. Hello, guys. Is it a lot of passengers inside? No? They're the first one. Ah, а я единственный. Он говорит, я первый, кто пришел на эту лодку. Ха-ха-ха, класс. Мне кажется, Алине такое даже не интересно. Ну что надо максимум? Яхту себе снимем. А у меня целый паром. Я вам сейчас расскажу. Краткая экскурсия. Вот здесь у меня, короче, баскетбольная площадка. Оп-оп-оп, разыграл, разыграл, подбежал и... Так, идем посмотрим, что у меня еще есть. Итак, это мой зал. Это основная комната. Здесь очень много посадочных мест. Выбирай любое. Акуди присей, hello, Николай, welcome to your private board. Okay? Yeah, tell me, hello, Николай, welcome to your private board. I need it. Okay? Let's go. Hello. Hello, Николай, welcome to your private board. Let's do it. Hello. Welcome to your private board, sir. Thank you, thank you, Alfredo. Там у меня, короче, кухня. Здесь у меня кухня, здесь, короче, приемная. Здесь, ну, высокопоставленных гостей я приглашаю, там разных, очень у меня много людей, там поздно ко мне приходит иногда в гости. Регина захаживает. Топалова я не пускаю, он остается там в эконом-классе сидит. Ну, у меня же здесь просто великолепные террасы. Смотрите, раз, два, там еще три, четыре, пять, шесть, семь, семь террас. Здесь кладовка, там комната прислуги. А вот моя палуба, смотрите, какая красивая, прям балкон такой. Вот эти вот штуки я специально заказывал с разных, ну, у меня фетиш есть такой, я собираю технические штуки, пересмотрел фильм Mad Max, вот собираю, вот смотрите. Класс, да? Угу. Очень хорошо, очень хорошо. Спасибо. А самое крутое, что мой корабль весь в меня, он мужчина настоящий, самец, посмотри. Стои специально такую штуку приделали. Все, ну, на самом деле, ну, не арендовал я этот паром, как некоторые из вас могли подумать. Просто мне повезло, я здесь один. Потому что туристов, повторяющих этот маршрут, их не так много. Нормально люди летают на самолетах на Баракай. Местные, ну, сейчас, видно, не сезон, мало очень клиентов таких паромных. А паром-то ходит по расписанию, то есть написано, что у вас только это должно отплыть. Он у вас только это и отплывает. Вне зависимости от количества пассажиров. Вот, собственно. Поэтому я пришел, смотрю, паром пустой, зашел, и все, паром мой. Понимаете, так, как бы вам объяснить, в 90-х так делали с заводами сразу. Приватизировал. Пойду продам двигатель. Я уже добралась до Ариэль-Пойнт. Это природная скала, которую решили использовать для клиф-дайвинга. прыжков в безупречную бирюзовую океанскую воду. Напомните мне, зачем я это все делаю? А, мне же это нравится. Прыгать 6 метров в неизвестность, с шаткой, узенькой дощечки, конечно же, страшно. Но одновременно прикольно. Одним словом, крутяк. Спасибо большое. Спустя 3,5 часа мой паром прибыл в порт Катиклан на острове Панай. Дальше осталось буквально каких-то полчаса на лодке до Баракая и все. Ну, видите, уже чувствуется, что приближаемся к Баракаю. Сколько туристов. Очень много людей. Очень много людей. Не то, что было там. Один человек. До Баракай. Да? Баракай. Наконец-то. Я, наконец-то. Я даже не знаю, чему я так радуюсь, потому что я добрался до этого воспетого туристами и туристическими проспектами острова Баракай для того, что наконец-то моя дорога закончилась. Если я смогу отдохнуть, почувствовать стабильную землю под ногами, я даже не знаю, чем я буду радовать. Ребята, я на Баракая. И смотрите, солнышко еще довольно высоко, еще до заката есть какое-то время. Я могу медленно в развалочку походкой дойти до ближайшего ресторана с видом на закат. Ну что, я успел? Ну это ли не прекрасно? Прекрасный закат, прекрасный я, прекрасный коктейль. Занимаем места согласно купленным билетам и наслаждаемся финалом приключения. Парни, 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 уходите за закат. Какой здесь великолепный закат, как много романтики в нем. И даже если бы сейчас была бы возможность отмотать время назад и выбрать, я бы снова прожил это приключение. Так что спасибо всем тем, кто причастен к этому испытанию, которое я благополучно прошел и собрал все его бонусы. За вас, ребята! Вечером тут так людно, столько кафешек. Вот, хоббит-таверна какая-то. хоббит-таверна. Хоббит-таверна. Так, подождите. Ай, сосы! Хоббит-таверна! Как это необычно. Какие они веселые! Хоббит-таверна – это популярное заведение на Баракая. его уникальность в том, что тут работают милипуты. Пока остывает, расскажу вам, что узнала про это место. Это не просто такой диковинный ресторанчик. Это социальный проект. Арт-директор этого заведения долго думал над тем, чтобы он мог хорошего сделать для людей. И придумал для самых-самых маленьких, точнее, низкоростных. Эти ребята, увы, на Филиппинах не могут найти работу, а благодаря этому месту у них теперь есть полноценная работа, зарплата. И кроме этого, мне кажется, им очень нравится, потому что они веселые, такие фан, заводятся до туристов, подшучивают над ними, как сегодня надо мной. А подают здесь морепродукты, приготовленные на гриле. Для Филиппин ничего уникального, а для нашего туриста экзотично и очень вкусно. Баракай – это приключение, в которое хочется окунуться с головой. Сколько бы дорог не пришлось пройти, сколько транспорта сменить, и что бы вам ни говорили, даже миг на Баракая стоит любых потраченных денег. Парни, уходите. Закат. Какой здесь великолепный закат. Что можно сказать одним словом? Прекрасно. У-ху! И идеально. Выть в моменте, вот оно как. Просто полюбуйтесь. что-то так вкусно. Макс, ребята, привет. Что происходит? Я не понимаю, подождите, почему Поля здесь? Ребята, поля на сцене. Все это видят вот сейчас? Что происходит? Сейчас ты все поймешь. Ребята, не гоните, я не понимаю ничего. Я ехал к тебе на автобусах и на паромах, безлётных полос преодолевал расстояние огромнее. Я катался на тук-туках, я катался на трициклах, посмотри на эту штуку, я стер мясо своей игры. Алина, Алина, Алина. Что происходит? Закажи мне лосося с картошкой, любви пусть немного остынет. Алина, Алина, Алина Островская, закажи, я тебя умоляю. Лосося с картошкой. Так, ребята, я предлагаю заканчивать, потому что я не понимаю, что происходит через тэрбол. Они реально подумали, что я тебе буду предложение делать. Даже я так подумала, Алина. Лосося, закажи мне с картошкой, Алинка. Какая вся похуделась сейчас, блин. Я теперь все за нас смотрю. Я в шоке, понимаешь? Ой, Коль, приезжайте по ракам, ребята. Коля! До новых встреч. Может быть, курицу закажем тебе? Нет лосося с картошкой, конечно. У меня более простой. Я же думаю, что зря вот это выпирался на сцену. Все, ребята, выключайтесь, присоединяйтесь, сейчас бы сто лосося на всех хватит. Пока-пока. Прекрасно.